Буладынский район, Акмалинская область, Казахстан Места, где они, так скажем, могут что-то найти Очень-очень интересная местность, но безводная То есть с водичкой там будут сложности Так-то речки есть Но даже если вы, к примеру, куда-нибудь сюда ушли То уже это сложно Ну ладненько, не будем гадать, сейчас мы посмотрим А там уже по месту каждый определится, куда ему двигаться и где искать За ориентир возьмем Макинск Здесь есть железная дорога и трасса есть Вот по ним и пойдем, чтобы было понимание Сейчас мы точно так же сделаем карту Вот он, Макинск Железная дорога И вот трасса пошла И сразу вот оно, пожалуйста, проявление золота Видим, да? То есть вот это обозначение золота Это Еруслановка На гранитном массиве, гранитная интрузия Смотрим Здесь тоже было обнаружено золото И вот смотрите, красота какая Станция Бурли-Казахский И вот еще, смотрите, очень интересные места Значит, мне очень понравилось все это дело Золото практически есть везде получается Что вот это за полосочки? Значит, во-первых, это гранитная интрузия Гранитный массив, да? О-3, С-1, О-3 это ордовик И О-1, О-2 тоже ордовик Но Это более, так скажем, раннее Не фантазируя ничего Мы открываем вот Википедию И читаем, что такое ордовик То есть, когда он начался Начался он 485 миллионов лет назад Представляете? И продолжался в общей численностью 42 миллиона лет То есть, это огромнейший период А после этого так вообще Прошло уйма времени Что, чего в это время происходило Вы можете почитать Еще раз говорю В той же Википедии Не занимаясь, так скажем Углубленным изучением Геологической литературы Просто Хотя бы в плане познавания То есть 400 с лишним миллионов лет тому назад А вот здесь, значит Q1 Нижний отдел Q1-2 Более позднее, значит 2 Три И интрузии у нас получается Вот они, значит Интрузии Вот граниты, да? Получается у нас Нижний поле Азойский период Q31, да? Вот он давит Смотрим И здесь, значит Мы Смотрим Палеозой И вот он Ордовит То есть Именно В то Время Все это дело Образовалось То есть Грубо говоря Примерно в одно и то же время Ну только Вот эта зеленая часть Она пораньше Чуть-чуть образовалась Ну каких-то 10, может 20 миллионов лет Интрузия Уже потом Вот это Вылезло То есть Вначале Вот эта зеленая часть А потом Гранитная интрузия И вот Красненькие точки Это Места Где Более вероятно Нахождение Каких-то Полезных Ископаемых Хотя здесь И в массиве Есть Очень много То есть Видимо Были трещины Были какие-то Нарушения Кстати Вот по речке Слайшком глаза Увидел То есть Ну на границе Вот Естественно Здесь Обязательно Надо пройти Вот в таких местах Но вернемся Вот к этой части Особенно Нас интересуют Вот Места Контакта Горячих Магматических Значит Пород И Вмещающих Пород Вот эти Вот красненькие Точечки Да Вот геологи Отметили Проявление Золота И что же Здесь потом Происходило То есть Жилы Золотоносные Жилы Образовались И Время пошло Четыреста с лишним Миллионов лет Вот эти вот Полосочки Интересны Очень Что же Это такое Опять Входим В условное Обозначение Кстати Забыл Как всегда Мы на Сайте Всегей Пользуемся Предоставленными Этим ресурсом Картами И вот Смотрим Что такое Эти полосочки В условных Обозначениях Ага Вот они Коры Выветривания Что же Такое Коры Выветривания Опять Долго Не думая Набираем Википедии Что такое Выветривание И Что нам Здесь пишут Это Совокупность Процессов Физического И химического Разрушения Горных пород То есть Механическое Физическое Разрушение Это Трение Лед Вода Ветер Химическое Биологическое И радиационное Ну физическое То есть Механическое Понятно Да Ветер Толкнул Кусок Скалы Камень Полетел Униз Разбился Вот Лед Днем Солнышко Светит В горах Водичка Тает В трещины Затекает И Вот Здесь Значит Отметочка Что Вода Расширяется В объеме Один К десяти Понимаете Да Что Если Там Один Кубический Сантиметр Водички Было Да То При Расширении Это Уже Десять Кубиков Получается То есть Трещина Расширяется При Замерзании Ее Она Раздавливает Камни Отталкивает И Вываливает Соответственно Камень Летит Вниз Он Ударяется С другими Камнями И Тоже Разрушается Дождик Тоже Свою Работу Делает Он Истирает Камни Долго Нудно Но Это Происходит Как-никак 400 миллионов лет Это Очень большой промежуток Времени Если даже Предположить Что горная порода Там 0,1 миллиметра В год Истирается Под воздействием Всех Факторов То За 400 миллионов лет Понимаете Сколько Да Вот интересный момент Химическое выветривание То есть Это Химические Процессы И Здесь Рассматривается Значит Очень интересный момент Гидролиз Да Под воздействием воды Порода Преобразуется И Калиоаш Щелочь Щелочная среда Появляется Она дальше Начинает Взаимодействовать И Разрушает Дальше Камень При этом Образуется Новые породы Карбонатные Калий 2 СО3 То есть Это Постоянный Химический Процесс Далее Что Всем Нам Известно Такое вещество Такое вещество Перит Ну Слышали все Золото дураков И прочее Все Да Что же С перитом Происходит А вот Его формула Феррум С2 Да При взаимодействии С кислородом И с водой Получается Сернистое железо И серная кислота Самое главное Аж 2 СО4 Которая Вступает Ну С иными Минералами Там И Дальше идет Реакция Далее Что происходит С железом Опять Происходит Дальнейшее Его Преобразование Под воздействием Воды И кислорода И Образуется Уже Гидроокисел Железа Который В свою очередь Как и Сульфидное Железо Значит Под воздействием Воды Превращается В гематит Все То есть Мы его Как раз И видим Это черненькие Кусочки Все Это Под воздействием Воды И воздуха Все Более Ничего Нету Происходит Разрушение Химическое Ну Бактериальное Понятное Дело Это Бактерии Всевозможные Грибки Роющие Животные Растения Сами Видели Неоднократно Если Дерево Где-то Начинает Прорастать Оно Раздавливает На Кладке Есть На Строениях Деревья Прорастают И Эксплуатирующая Компания Как-то Прохладно Относится К этому Дереву А корешки Они Пронзают На Огромные Глубины И Разрушают Кладку Мне Приходилось Видеть В своей Жизни Метровые Корешки В этой Кладке Потом Они Отмирают Туда Затекает Вода И Соответственно Идет Дальше Процесс Разрушения Понятно Что Такое Выветривание Это Не Просто Ветер Это Целая Совокупность Процессов Глубина Пород Выветривания Место Выветривания До 500 Метров То Есть Это Не Поверхность Только Это Не Метр Это Не Два Это Десятки Сотни Метров Может Быть Разрушенные Породы И Вот В этих Местах Мы Видим Образование Золоторудных Жил Ну Что Здесь Есть Смысл Побродить С Металлодетектором Хотя Я Не Очень Доверяю Потому Что Все Металлодетектор Видит Более Крупные Объекты А Золото Мелковато По Своей Сути В Большей Степени То Есть Как Я Неоднократно Повторял Только 5% Золото Размером Более Четырех Миллиметров 95% Это Менее Четырех Миллиметров Золота То То Золото Которое Металлодетектор Не Увидит В этом Месте Конечно Лучше Воспользоваться Способом Сухое Сухое Обогащение Значит Где этот Участок Вот мы Видим Железная Дорога От Макинска Да Заворачивает Она Вот таким Вот Образом И Здесь Бурль Казахский Название Видимо Возможно Старое То есть Вот у нас Раз Поворот Дороги Попробуем На карте Это Дело Найти Ага Вот мы И видим Да Ну это Уже За границей Района Выходит Это Вот В этом Месте Лесной Райончик Да Ну не Совсем Он Лесной То Есть Ну вот Он Здесь И Этот Бурль Казахский Наверное Есть Станция Ее Здесь Особо Не видно Какие То Домики Есть Да Или Были Или Вот Они Ну Не Принципиально То Есть Вот Этот Райончик Уже Можно Обследовать Смотреть Надникает За границами Района Возвращаемся В свой Райончик В свой Ул Да Значит Дальше Что мы В нашем районе Район Смольный Красный Кордон Золото И Левее Он Смотрите Какая Красота Вознесенка Ориентир И Видимо Это Связано С Разломами То Есть По Вот Этой Речке От Вознесенки Да Речка Кайракты От Вознесенки До Белоцерковки Получается У нас Далее Прохоровка Вот у нас Вознесенка А там Видимо Уже Переименовано Что-то Потому Что Я вижу Тут Копчановка Айканы Байсуд То Есть От Вознесенки У нас Получается Ну Фактически Поворот Реки Такой Изгиб Сюда Влево И Напротив Поворот Реки И Напротив То Есть Вот Этот Вот Район Что Нам Здесь Скажут Здесь Пастбище Скорее Всего Видимо Вот где Лесной Массив Здесь Что-то Чего-то И Поискать Ну Вот Так Скажем Здесь Видно Какие-то Были Токи Воды Воды Да К сожалению Здесь С водичкой Тяжело То есть Сухое Обогащение Применять Можно Можно Конечно Пройти По Берегу Реки Поискать Здесь Места Потому Что Если Был Плоскостной Смыв То То есть С этой Плоскостью Вот Так Смывалось Все То Она Смывалась Конечно К реке Все Таки Временной Интервал Достаточно Большой Оно Вполне Могло Эти Сколько У нас Тут Какой-то Километр Проползти Тем Более В те В те Времена Здесь Была Поверхность Повыше То Есть Насколько Это Выше Была Ну И Так Далее То Есть Вот Этот Вот Участочек Посмотреть Так Что Еще Ага Во Интересно Карагаш И Тоже Связанное С Корами Выветривания Как Мы Видим Месторождение А Это Так Карагаш Карагаш Найдем Мы Вот Ага Пушкина Нашли Да Вот Пушкина И От Пушкина На Восток От Пушкина На Восток Значит Вот Поближе Это Поближе У меня К сожалению Получается Не Не Получится Здесь Высить Так Пушкина Ну Вот Вот Где То Здесь А Во О О О О О О Смотрите Скорее Всего Это Были Траншеи Да Или Не Не Наверное Я Ошибаюсь Ну Вот На Траншеи Похоже Полоски Кто-то Копал Возможно Пытались Подсечь Похоже На То Что Это Траншеи Но Здесь Какая-то Кошара Видимо Поэтому Здесь Ну А Здесь Закопушки Видимо Были Похоже Да Очень Похоже То есть Вот Это Один Из Районов Значит Какой Точно Сложно Сказать Да Ну И Повыше Ну Это Уже Сами Сравните Все Вы Считаете И Определитесь Где Куда Вам Ити Значит Ну И сюда Еще На Запад Идем Мы Здесь Тоже Какие-то Смятия Перемятия Но Геологи Здесь Ничего Не Увидели Похоже А Нет Вот Пожалуйста Вот Значок Золото У нас Есть Шибынды Коль Озеро И И на Юг Рай Городок Это Дорога Чучинска Получается Николаевка Арша Арша Вы Река Арша маленько сейчас попытаюсь найти нашел я шибын деколь озеро и как видим здесь у нас уже люди работают вот рай городок и здесь ведется добыча чего-то мы видимо золото наверно вот рай городок видимо золото так что здесь отпадает это уже мы за границу района зашли так вернемся тогда еще раз на геологическую карту на карту полезных ископаемых но здесь ничего более не видно да ну хотя вот по этой реке пройти есть смысл потому что видите какое пестренька у нас получается все то есть здесь сломала корежила выветривала но это уже на удачу ну все пожалуй больше мне не видно ничего это мы уже с вами посмотрели все удачных поисков более ничего и не пожелаю все это тоже смотрели все удачи